Эх, вот бы кто-нибудь наконец-то уже нажал на кнопку. Я столько здесь времени уже провёл, я никак не могу отсюда... Опа, кто это у нас тут? О, привет! Слушай, наконец-то ты нажал на эту кнопку. Да, приём-приём, на связи Шадимен. Я прямо сейчас нахожусь вот в этой белой комнате, и я никак не могу отсюда выбраться, я не могу сломать эту комнату, просто ничего. Смотри, тут есть кнопки. Эти кнопки постоянно что-то мне дают, но они мне не дают выйти. Смотри, если я нажму, например, на эту кнопку, или вот... Ну, например, ладно, вот на эту кнопку, то я оказываюсь в какой-то другой комнате, но из неё я тоже не могу выйти, и тут находится другая кнопка. Я на неё нажимаю, меня снова возвращают сюда. Потом нажимаю вот на эту кнопку, так, по-моему, это было то же самое. Стоп, например, вот на эту кнопку нажимаю. И я, к примеру, сейчас... Эм, ничего? А, нет, по-моему, показалось. И я теперь просто стал какой-то курицей, друзья. То есть вы понимаете, да, как это работает? Нажмём сюда, и у меня появляется отравление. Нажмём на эту кнопку, и тут просто какая-то непонятная надпись ОМОГУС появляется. Почему она здесь, я вообще не понимаю. О, вот эта кнопка, по-моему, вообще была без эффекта. Если нажму сюда, так, это снова та же самая комната. Нажму сюда, меня вообще просто-напросто убивает. И остался только один вариант. Так, вы это видели, да, только что? Так, где тут какая-то кнопка была? Она, по-моему, даёт мне ночной... Она не даёт мне ночное зрение. Я стал ещё только хуже видеть. Посмотрите, как я выгляжу в темноте. Друзья, короче, прямо сейчас. Видите, у вас на экране появилась вот эта деревянная кнопочка из Майнкрафта. Чтобы тебе её нажать, просто поставь лайк под этим роликом, и тогда я надеюсь, что меня уже хоть куда-то принесёт, кроме этой белой комнаты. Вот, я вижу то, что уже лайки набираются. Ты и вы все нажимаете на эту деревянную кнопку, и если ещё кто-то из вас не подписан на канал, то жмите на кнопку подписаться. Ура! Получилось! Друзья, спасибо вам большое за то, что нажали на эту кнопку, и, наконец-то, я сейчас оказался в каком-то новом месте, правда... Так, а кто это такие вообще? Так, подойди сюда, написано там. Так, стоп, а почему всё на английском языке начало появляться? Я не помню, меня куда-то на другой континент, что ли, перенесло вообще? С нашей деревней жителей, где вот это вот, по-моему, всё находилось. А-а-а, ё-моё, что это такое? А-а-а, тут даже такой же вопрос на английском написано. Что-что я такое? Так, ну, я хочу больше изумрудов, я хочу больше изумрудов, ребят, посмотрите, что происходит вообще. Так, ладно, я хочу отсюда выбираться. Я заметил то, что здесь находится вот такая вот кнопка. Так, карта сделана, получается... Ага, получается, у меня куда-то какую-то карту перенесло. Каким-то чуваком Шайни и Кимом. Хорошо, я понял, нажми сюда, чтобы начать. Ага, и меня просто-напросто продолжают троллить. Мне говорят то, что, лол, прости, типа, это на самом деле была не та кнопка. Серьёзно? То есть, сколько можно издеваться? Я сначала в этом кубе сидел белом, а теперь меня перенесло куда-то вот сюда. Так, вот, по-любому, кнопка где-то здесь. Нет, кнопка нифига не здесь на самом деле. А-а-а, вон она. Всё, это изи. Ха-ха, я нашёл эту кнопочку. Вот она сидит прямо за этим уголком и меня куда-то переносит. Так, нажмите кнопку. И нас с вами переносит куда-то на следующую локацию. Так, что-что-что такое? Там был какой-то разноцветный пол, а потом он стал серого цвета. Стейдж первый. А-а-а, так. Тут стекло. Так, стекло я ломать не могу, копать я тоже ничего не могу. А-а-а, так. Если я не могу ничего ломать, то я, наверное, могу залезать. Да, именно так, по-моему, это и работает. Но, так, тут, скорее всего, какие-то невидимые блоки, да? А-а-а, видимо. Или всё-таки нет? Погодите секундочку. Так, я сюда запрыгнуть не... А как, как я должен туда... Как? Алё, вы серьёзно, что ли? Да тут же никак не достать. Ладно, всё, думаем логически. Ребят, мы можем с вами пролезть где-нибудь вот здесь. А-а-а. И найти... А-а-а, стоп, я получил кирку. Погодите секундочку. Как? Что я могу с ней делать? Кирка. Так, тут написано, что... А-а-а, она может ломать эти панели. Ребята, ура, получилось! Слушайте, а мне нравится. Вот это совсем другое дело. Так, стейдж 2. А-а-а, так. Здесь у нас куча всяких... Различных, так скажем, полезных ископаемых. И я должен тут кнопку, да, найти? При этом ломать, опять же, я ничего нигде не могу. Здесь огромное количество вот этих ступенек, которые у меня просто начинают рябить в глазах. И я действительно не понимаю, где здесь может находиться эта кнопка. Хм. Это очень интересно. Так, а может быть тут нажимная плита какая-нибудь? А-а-а. Я не вижу абсолютно никакого углубления. Так, это железная руда там была. Э-э-э. Вот здесь есть, знаете, что отличается? Вот здесь есть железный блок. И... В остальных случаях здесь везде кварцевые блоки стоят. Вот это пока что единственное отличие, которое я вижу. Так, а так же... А, это... А, нет, я понял. Это просто, знаете, это раскиданные блоки и всё. Так, а что мне делать-то надо? Я... Реально не вижу, где здесь находится эта кнопка. Может она у меня в инвент... А-а-а! На голове. Серьезно? А-а-а. Так, и можно поставить на лазурит. Капец, ребят, это было жёстко. Это было очень жёстко и очень хитро. Так, о-о-о, нет. Или типа, о-о-о, алмазная руда. А чё она как-то подсвечена? Погодите, вы это видите? Почему она так приподнята немного? Мне чё-то это как-то немного настораживает. Так, а что у нас там? Так, там у нас просто темнота, пещера начинается, и мы в неё попасть уже не можем. О-о-о, так, а-а-а, сверху у нас вот такие вот листья находятся. Ладно, давайте проверим. О, так, лол. И всё, да? И меня сейчас тп шнет назад. А-а-а, нет, мы с вами прошли этот стейдж. Прикольно. Так, красная. А-а-а, что-то. Потом тут вода. А-а-а, здесь у нас лава. И, кстати, мы можем сюда перепрыгнуть. Так, э-а-а, зельки. Я никогда не умел варить зельки в Майнкрафте. Абсолютно никогда. Так, и что я и как должен сейчас делать? Э-а-а, проверяем теперь всегда свой инвентарь. В инвентаре у меня абсолютно ничего нет. Так, а может быть какой-то... Среди костра эта кнопка есть? Хотя, скорее всего, если бы она там была, то, наверное, не получилось бы ничего зажечь. Так, а в чём же тогда дело здесь? Есть какие-то непонятные стёкла. Они вот такой буквой Г тут сделаны. Есть вода. При этом, если я попытаюсь запрыгнуть в эту лаву, то я уже явно там не выживу. Но давайте попробуем. О, получилось! Ха! Ребят, ничего себе. Я никогда бы не подумал, что у меня получится вообще решить вот эту головоломку. Но мы с вами пролезли через лаву, и отлично, что сказать. Так, стейдж номер 5. Так, тут какие-то... Р и К, либо же П и К. У нас такие буквы. И знаете, что я хочу сказать? Вот этот паркур намекает на то, что надо паркурить. Но у меня такое ощущение, что этот паркур, он, наоборот, меня пытается отвлечь. И, может быть, на самом деле этого делать вовсе не надо. Но... Так, я, наверное, всё-таки должен это сделать. Какие ты сделал вообще? Стойте. Дайте запрыгнуть, пожалуйста. Так, опа. Да что ты делать будешь? Стойте, вот так проверим. Так, ну я прыгаю, но там никаких кнопок нигде нет. То есть какой смысл, если я даже запрыгну вот на этот последний столбик? Что с этого произойдёт? И тут вообще смайлик вот такой нарисован. Может, тут где-то проваливающийся пол снова? Ай. Так, здесь ничего нет, тут ничего нет. Ладно. Окей, окей, окей. Допустим. Допустим, я попробую туда всё-таки запаркурить с какой-нибудь там миллионной попытки. Хотя нет, сейчас получше пошло. Так. Так, смотрим внимательно вот эти буквы. Но на этих буквах я тоже не вижу кнопки. Получается... А, слушайте, я, по-моему, я слегка догадываюсь, что это было. Так, последний столбик. Ай-яй-яй-яй-яй, погодите-ка. Ничего себе, погодите, столбик сломался и пробил с собой отверстие в полу. Прикольно. Так, раунд номер 6. Давайте смотреть внимательно. Куча железа, камень, потом у нас тут идёт заборчик, сундук, ой, сундутук. Сундук закрыт. Я его не могу никак открыть. Так, но у нас тут есть вот такой дом. Тут есть ключ. Данный ключ, видимо, 100% открывает данный сундук. Так, и написано, что эта кирка может ломать железную руду. Ну что же, погнали. Сейчас будем с вами добывать железо и пытаться сматываться из этой комнаты. Так, нам ничего не выпадает. Так что, среди этих кусочков железа у нас есть сундук, кнопка, и на ней написано, что эту кнопку можно поставить прямо на блок шерсти. Но я не вижу никакого блока шерсти. Знаете почему? Наверное, потому что либо этот блок шерсти, секундочку, я не поверю, что... А, вон он! Погодите, серьёзно? Я думал, что он на крыше, но он вон там находится. А я думал, что уже нужно копать оставшуюся железную руду. Нифига себе, прикольно. Уровень номер 7, библиотека. Так, проходим немного с хитрецой. Ребят, там справа я вижу уже кнопка находится, но мы туда никак почти не можем попасть. Там полублок находится. Давайте попробуем проверить всё-таки каждый угол, потому что, как вы могли заметить, тут огромное количество различных препятствий. что это тут такое? Эм, опа. Так, мы с вами прошли вот так. Здесь ничего не было. Ну ладно, тогда просто проходим. А, серьёзно? И всё? То есть, тут надо было просто запаркурить и пройти этот лабиринт? Ладно, прикольно, изи получается. Пока что это был самый лёгкий стейдж. Так, я вижу там нажимную плиту, но также я вижу то, что за стеклом у нас вот такой зелёный проход есть. Смотрите, вот такая вот змейка. Насколько я понимаю, мне нужно идти прямо по этой змейке. То есть, мы отчитываем два блока и нажимаем... А что будет, если я нажму вот сюда? Ага, ну, очевидно, да, меня будет просто... А, я ещё и прыгать здесь не могу. Ребят, я ещё не могу прыгать, так что придётся только идти прямо. Так, до конца, а затем вот сюда... Потом идём просто по периметру, касаясь стены. Так, и здесь уже момент истины наступает, посмотрите. Так, так, и так. О, и меня перенесло сюда. А что будет здесь? Здесь я тоже не могу наступать на эту коричневую шерсть, и я должен... А нет, смотрите, я... А нет, всё-таки так это не работает. Знаете, такое ощущение, как будто бы идти по нажимным плитам было легче, чем мы сейчас идём среди этих ковриков. Вот честно. Кстати, а чё я иду вообще? Я ж могу нажать и всё. Так, уровень девятый. Это какая-то постройка деревянная непонятная. Здесь есть железная дверь. За железной дверью ещё одна дверь, за ней ещё одна и тому подобное. Так, мы можем упасть вниз, но там есть кнопка и там есть сундук. Давайте попробуем... Опа! Упасть вот так. Затем тут написано, что эта кирка ломает железную дверь. Нажимаем на эту кнопочку и получается, ребят, всё, что нам остаётся делать, это просто... пробивать себе проход. О, смотрите, что это? А, реально? Стойте, она так спрятана. А что будет, если я до конца всё-таки докопаюсь? Мне очень интересно. Какая-нибудь табличка? Нет, таблички никакой нет и кнопка находится вот здесь. Уровень десятый. Так, это что такое? Это стекло. Синее стекло, а под синим стеклом находится вода. Хорошо. Это какой-то паркур по воде получается. Слушайте, я не припомню, когда я последний раз это делал, если хотя бы когда-нибудь в Майнкрафте я вообще паркурил по воде. Так, ну, по-моему, получилось. И это всё? Это... Погодите, серьёзно? Это именно та кнопка, которую я ищу? Так легко? Уровень 11. Господи, что тут происходит? Тут всё мелькает, короче. А где кнопка? Подождите, для чего мне вообще тут прыгать на... Так, тихо, 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 я прям... Офигеть. Так, ну, я вижу, что тут столб пропадает, вот этот. А потом пропадает вот этот столб, фиолетовый. А потом мне нужно запрыгнуть туда. А кнопка, получается, на том столбе, что ли, находится? Так, непонятно. Пока что ничего не понятно, но очень интересно. И мы сейчас с вами будем пробовать это делать. Ай! Да серьёзно, нифига там тайминг какой нужен. Погодите секунду. То есть сейчас, когда пропадает, я должен пропрыгивать. Ой, я вижу кнопку. Так. Давай! Нет! Я промахнулся, я просто на неё не нажал. Так, ещё раз пробуем. Опа, видали какие тайминги жёсткие? Так, сейчас, погодите, ребят. Вот сейчас. Есть! Уровень 12-й! Отлично, мы с вами это сделали. Кстати, на улице потемнело, или это там... Либо на улице темеет автоматически, в принципе, как обычно, либо это потемнело только сейчас, потому что мы с вами, может быть, уже близки к концу. Так, что здесь нужно делать? У нас есть пустыня. Опять же, напомню, ломать мы, естественно, ничего не можем. Вообще абсолютно ничего. Есть странный блок берёзы. Мы с вами можем прыгать вот так и, по идее, достать до печки. Но на самом деле нет. Может быть, мы можем достать... До... Ага, я достал до сундука, но написано, что он закрыт. А, стойте, что я тут парюсь-то? По-моему, запаркурить можно, или как? Сейчас, секунду. Ммм, па-па-пам, я не очень понимаю. Так, полублок, берёза. Запрыгнуть я не могу. Если я встану сюда, запрыгнуть тоже не получится. До туда долететь, ну, знаете, что-то как-то... Нет, это невозможно. Хм. А может, я должен был до печки достать всё-таки? Погодите. Хотя, знаете, по-моему, всё-таки вряд ли. Вот, до сундука я прям постоянно достаю, но до печки я этого сделать не могу. Не могу достать до неё. А может, я должен лечь спать как-то, на кровать, типа, переместить? По-моему, в этом прикол и есть, только мне нужно как-то выше залезть. А как это сделать, если я тут никуда не могу залезть? Так, давайте пробовать, но тут, по-моему, нет, это очень большое расстояние. То есть, я тут даже распрыжку не могу взять, то есть, как-то с прыжка, чтобы вот, типа, вот так залететь. Нет, тут никак не достаётся это. Может, меня должно закоцать? Я должен, меня должно как-то откинуть далеко? Нет, это тоже не работает. Погодите, это очень непонятно. Факел. Заборчик. Так, а что если я не знаю, буду боком касаться кактуса, и кактус меня подкинет? А, погодите. Может, так надо? Да, получилось, смотрите, обалдеть, я такого никогда не видел. Вот, честное слово, ребят, сколько я лет в Майнкрафте вообще нахожусь, такого я ещё не видел, но это очень классно. Так, и далее, как я сказал, мы с вами ложимся, печка закрыта, так, и, а, вот же оно, вот оно у нас находится прямо здесь. Нажимаем на кнопку, и у нас начинается уровень по номерам 13. Слушайте, предыдущий уровень был просто, я не знаю, какой-то эпик. Так, золотой блок, который мне что даёт? левитацию бесконечную. Так, и, а зачем мне эта левитация? Погодите. Подсвеченный вот такой алмазный блок, и я не могу спускаться вниз, что самое интересное. Всё, у меня бесконечная левитация, ребят. Что мне делать? Ничего это надо. Вверх взлететь я тоже не могу. Опуститься вниз у меня также не получается. О, я нажал на алмазный блок. Рывень 14. Ха, прикольно. Это очень непонятно. Так, диспенсер, встречающий из себя вот такие вот частички. Эм, па-пам. Ух ты, там что-то есть, ребят, там что-то есть. Тут есть гравий, который не ломается. А, залезть могу ли я на этот камин? Да, по-моему, я могу на него запаркурить. Да, есть, получилось. Встаём вот сюда. И что это мне... О, что это там? Так, тут... Опа, нифига. Так, может ломать железные прутья. А там что справа? Ничего? Вроде как ничего. Так, ломает железные прутья. Ну, давайте сломаем тогда здесь. А, стойте, то... Может ломать железные прутья. А что они так долго тогда ломаются, я не понял. Что за фигня? По-моему, это какой-то скам. Так, что там? Так, знаете что? Я могу, знаете что делать? Я могу вот так лечь на самом деле, и просто пройти вперёд. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Не люблю. Так, походу мы с вами тут сейчас... Ребята, я не хочу это говорить, но, возможно, мы тут с вами конкретно надолго сейчас встрянем. Не, получилось. Так, и тут мы просто тоже ляжем. Хотя можно было и так нажать. И всё. Нам говорят, ребят, вот кем была сделана эта карта. Мы с вами её только что прошли. И попал я на эту карту, ребят, только благодаря тому, что вы вначале нажали на эту кнопку, и я, наконец-то, покинул этот белый куб. Ну что же, друзья, как-то так у нас у неё получилось. На связи был ShadyMan. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока.